МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Вечно молодая комсомольская организация отметила 100-летний юбилей. О неприходящих ценностях на встрече с молодежью говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. Еще один юбиляр недели – областная универсальная библиотека, любимая многими поколениями гомельчан Ленинка. Как и через 90 лет ей удается быть современной и актуальной, поинтересовались наши корреспонденты. Игры разума. Гомель принял молодежный чемпионат мира по шашкам. Беларусы без медалей не остались. Все подробности этих и других событий с жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддерживать молодежные инициативы, быть достойными преемниками великого комсомольского движения. О молодежной политике в современном обществе. С активистами БРСМ 29 октября разговаривал на встрече в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко. В столице побывали и представители Гомельской области. Мероприятие было приурочено к столетию в ЛКСМ. На юбилейную встречу собрались представители разных поколений комсомольцев. От ветеранов движения до лидеров БРСМ. Насыщенный и обстоятельный разговор с главой государства еще раз доказал, что Союз молодежи – это мощная сила, которая должна помогать решать самые разные вопросы и проблемы в обществе. То, что после исчезновения комсомольской организации Беларусь сохранила ее идеи и стремления, создав Республиканский Союз молодежи, это пример для многих стран. Справедливость, патриотизм, самоотверженность – это ценности, которые всегда помогали беларусам быть вместе. С чувством гордости от встречи с Александром Лукашенко вернулась Галина Друсь. Она пятый год работает в первой школе Гомеля и столько же является активистом БРСМ. Молодежь всегда была и будет главной движущей силой своей страны. И очень здорово, что именно в нашей стране, чем может похвастаться далеко не каждое государство, есть такая поддержка государственная для молодежи. Не каждый день можно встретиться с президентом и предложить какие-то свои инициативы, свое новшество, что получилось у десятков ребят на этом съезде. И поверьте, не было ни одной инициативы разумной, которую бы президент не поддержал. А это значит, что каждая начинающая новая работа будет дополнена профессионалами и сделает нашу страну еще лучше и еще краше. Вековая история некогда крупнейшей молодежной организации мира сегодня разделилась на тысячи ярких страниц, ностальгических воспоминаний и размышлений о том, какой должна быть современная молодежная организация. Так актуальны ли традиции комсомола в наше время? Об этом и не только. В интервью программе рассказал первый секретарь Гомельского областного комитета ЛКСМБ с 1979 по 1983 годы Владимир Давидович. Комсомолу исполнилось 100 лет. Владимир Владимирович, какие чувства вы спустя эти годы сохранили по отношению к тому самому комсомольскому прошлому? Для меня комсомольское прошлое – это 20 лет. В 1963 по 1983 год я состоял в комсомоле, работал в нем и вместе со своими соратниками, единомышленниками делали все возможное, чтобы страна, и мы жили лучше, жили интереснее, двигались вперед. Это доброе время, значительная часть жизни. Что в первую очередь вспоминается? – Прежде всего, это люди, с которыми приходилось общаться, с кем приходилось работать и во имя чего работать. Мне так посчастливилось, что вокруг меня всегда окружали меня люди достойные, порядочные, приличные, с активной жизненной позицией, хорошо воспитанные в патриотическом духе, с морально устойчивой психикой и взглядами на жизнь. И именно уважение к этим людям и благодарность за доверие, которые мне оказывали, избирая меня секретарем, и райкома комсомола, и обкома комсомола. Это и есть те два главных чувства, наверное, которые меня могут сопровождать, вспоминая о прошлых комсомольских годах. Вы возглавляли обком комсомола с 79-го по 83-е. Вот интересно, какой была молодежь того времени? Какие проблемы были тогда у молодежи? И чем они отличаются от проблем современной молодежи? Как это чувствуете сейчас? Я думаю, что большой разницы не существует. Молодой возраст заключается в том, что молодежь является пытливым таким классом, который хочет перемен, который ищет перемен, ищет знания, добивается своей цели, двигается вперед. В этом смысле, я думаю, молодежи любого поколения, они эти качества характеризуют. Поиск, стремление к лучшему и достижение своих целей. Что касается отличий, я думаю, что они небольшие, связанные с тем, какие обстоятельства окружали тогда наше поколение и наших комсомольцев и единомышленников. И сейчас. Тогда не было интернета, вы понимаете. Тогда, наверное, было проще работать и комсомольским работником. Информация была, может быть, недостаточной, но она была правдивой и честной, но она была маловато по объему. Сейчас можно и без молодежи информации получать в большом объеме, но не разобравшись с ней, можно вообще-то серьезно запутаться и сформировать себя совсем не в том направлении, которому нужно было себе, обществу, семье и твоим друзьям и знакомым. В общем, есть как плюсы, так и минусы. Если бы у вас сегодня была возможность что-то изменить в той некогда могущественной, крупнейшей на тот момент в мире молодежной организации, что бы исправили? И пользовались ли бы сейчас этой палочкой волшебной? Я не знаю, как исправить. Можно прошлое. Прошлое – это данность. Поэтому к данности надо с уважением относиться, помнить, гордиться теми людьми, с кем работал. Кстати, мне приходилось с такими интересными, большими людьми работать и как в партийных органах. Я работал и при Гвоздеве Викторе Александровиче, и при Хусаине Юрием Юрьевича, первом силеновом партии, и при Малафее Анатоле Александровиче. Так и в комсомоле я работал. Я работал и с Козловским Владимиром Григорьевичем, и с покойными Шаплыковым Владимиром Павловичем, и Величко Валентином Владимировичем, и Платоновым Константином Михайловичем, ЦК Комсомола, с Пастуховым Борисом Николаевичем, первым силеном ЦК Волокосовым. То есть это люди высокого класса подготовки, высокая ответственность перед обществом. И поэтому было с кого брать пример, и было на кого полагаться. Поэтому школу, которую мне дали те, кто знал меня больше и умел больше, она мне пригласила для того, чтобы кому-то что-то передать полезное в следующих поколениях. И в этом смысле, чтобы надо было поменять, учесть обстоятельства новые. Вот и вся перемена. Не учитывая новое происходящее вокруг, нельзя принять правильное решение, нельзя действовать правильно. Поэтому надо учитывать современные реалии. Реалии эти сложные, многообразные. И не без соответствующей подготовки и анализа. В общем, молодежное движение можно завести в большой тупик. Если заводить. Может быть и не надо заводить. Может быть молодежь сама разберется. Думаю, что нет. Что-то объединяющее в любом случае должно быть. Конечно. Должна быть основа. Спасибо большое за это интервью, за эти полезные мысли. Позвольте поздравить вас и в вашем лице всех комсомольцев со столетием в ЛКСМ. Спасибо большое. Я тоже хотел бы поблагодарить еще раз всех соратников своих за работу совместную в свое время. Хотел поздравить всех со столетием в ЛКСМ. Погласить всем в доброе здоровье, благополучие, оптимизма. Да здравствует комсомол. Спасибо большое. Мероприятие к 100-летнему юбилею комсомола в Гомеле завершили митинг, церемония возложения венков и цветов к памятнику комсомольцам и торжественное собрание. Подробности этих, а также других значимых событий недели в обзоре от службы информации. История в ЛКСМ «История народа». За 73 года существования этой организации, ее членские билеты получили более 160 миллионов человек. По сути, комсомол был самой массовой молодежной организацией в мире, а сами комсомольцы были энтузиастами, романтиками и патриотами. Во время Великой Отечественной более 3 миллионов комсомольцев получили боевые награды. Около 3,5 тысяч стали героями Советского Союза. Возложение венков и цветов к мемориалу героям-комсомольцам Гомельской области, которые погибли во время войны, еще один знак признания подвига молодых людей. Митинг завершился запуском 100 воздушных шаров с эмблемой комсомола. На площадке возле центральной площади Гомеля представлена вся история молодежного движения. В определенной степени место проведения акции можно считать символичным. Комсомол тоже был ленинским. На его счету действительно много хороших дел. Борьба с неграмотностью, восстановление разрушенного войной народного хозяйства, ударные комсомольские стройки и освоение целины. Вступая в ЛКСМ, подросток получал площадку, где мог проявить себя в учебе, труде, спорте. Организация учила жить в коллективе, ценить дружбу и справедливость. Воспитывала ответственность не только за свои дела, но и за дела тех, кто находился рядом. Сегодня правоприемником комсомола является БРСМ. На протяжении всех 100 лет остается главное – гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В Гомеле подвели итоги работы региона за три первых квартала года. По результатам девяти месяцев большинство показателей выполнено. Экспорт товаров плюс 0,7% к плану. Розничный товарооборот плюс 6%. Прямые иностранные инвестиции превысили 91 миллион долларов при плане в 75. Но есть и задачи, с которыми область не справилась. В частности, производство сельскохозяйственной продукции. Это связано, в первую очередь, с неблагоприятными для многих культур погодными условиями. Беларусь нефти добыла 135-миллионную тонну нефти с начала промышленной эксплуатации месторождений на территории страны. Определить точное месторождение или конкретную скважину, из которой поднята 135-миллионная тонна, не представляется возможным. Все сырье поступает в общую сеть. Отметим, первый миллион тонн белорусские нефтяники добыли в 1967 году. Рубеж в 100 миллионов тонн был преодолен в 1998-м. Пятиэтажное здание в Гомеле продали на аукционе в 223 раза дороже начальной цены. В электронных торгах участвовали три индивидуальных предпринимателя. Победитель приобрел пятиэтажку почти за 5,5 тысяч рублей. Начальная же цена была установлена в одну базовую. Это самый крупный объект, который когда-либо выставлялся на продажу в Гомеле по такой низкой цене. Кроме здания, новый собственник также получил право аренды участка на 54 года. Белорусское телевидение выходит на новый уровень. С 1 ноября же Телегомельской области могут смотреть национальные каналы в HD-качестве. Такая возможность есть у владельцев телевидения от Белтелеком. Получать HD-изображение может практически любой плоский телевизор. Чтобы найти сигнал, нужно перезапустить поиск каналов. В Гомеле открылась новая воркаут-площадка. Объект установили на территории средней школы номер 45. Строительство проходило в рамках проекта «Белмет» в партнерстве с Минздравом. Воркаут – это уличная гимнастика, которая относится к любительскому спорту. Она включает выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и других конструкциях. На уходящей неделе самая крупная и одна из старейших в регионе библиотек, Гомельская областная имени Ленина, торжественно отметила 90-летний юбилей. Сейчас фонды учреждения насчитывают свыше 1 миллиона экземпляров – от печатных изданий до электронных баз данных. Здесь проводится ряд научных и просветительских мероприятий для посетителей самого разного возраста. Подробности в нашем следующем сюжете. За 90 лет своего существования Гомельская областная универсальная библиотека имени Ленина преодолела непростой путь. Он был ознаменован трудностями Великой Отечественной и достижениями послевоенного возрождения. Ее история сплетена из судеб сотен людей, которые посвятили свою жизнь служению такой сложной и ответственной миссии – сеять разумное, доброе, вечное. Об истории современности рассказывает юбилейная выставка и печатное издание, подготовленное специально к празднику. Своё собственное здание и величественное архитектурное сооружение в самом центре города библиотека получила в 1961 году. Между тем, впервые свои двери для посетителей она открыла еще в 1928. Тогда она еще не имела нынешней постоянной прописки и являлась отделением Белорусской государственной библиотеки. К началу Великой Отечественной в учреждении насчитывалось более 30 тысяч книжных экземпляров, а в ее штатном расписании числились 11 сотрудников. Не учитывая общественных деятелей, которые помогали в обслуживании читателей и обработке новых поступлений. Война не пощадила библиотечный фонд. Почти целиком он был уничтожен и разграблен фашистскими оккупантами. К счастью, благодаря слаженным действиям и ответственному отношению сотрудников учреждения удалось эвакуировать и сохранить самые ценные печатные здания из знаменитой коллекции князей Паскевичей. Они сейчас хранятся здесь в музее редкой книги. К слову, держать некоторые раритеты можно только в перчатках. Этими источниками пользуются в основном ученые. Для всех остальных имеется каталог редких изданий на электронных носителях. Современные технические возможности в библиотеке внедряются очень активно. Еще 40 лет назад о таком и мечтать не могли. Если сравнивать библиотеку 1980 года, вот когда я пришла в эту библиотеку на работу молодым специалистом, мы, в общем-то, предположить не могли, что в библиотеке будет два музея, что в библиотеке будет народный любительский театр. Даже то, что мы сейчас обслуживаем читателей в автоматизированном режиме, это тоже, в общем-то, совершенно другая история, потому что каждую книгу надо было записать, каждую книгу вручную вычеркнуть точно так же. Сегодня Гомельская областная библиотека имени Ленина – самое крупное книгохранилище в регионе, которое насчитывает свыше одного миллиона различных источников информации. От традиционных печатных изданий до современных электронных ресурсов. Здесь работают сразу два музея – редкой книги и литературный, повествующий о народных писателях Беларуси, уроженцах Гомельщины. К тому же это профильный информационно-образовательный и социально-культурный центр, где проводятся многочисленные научные и просветительские проекты для посетителей самого разного возраста. И опытные, и молодые сотрудники здесь занимаются библиотечным делом по зову сердца. Придя в первый день на работу, мы очень волновались, как все-таки нас примет коллектив. Но это оказались очень, когда мы разнакомились, конечно, это оказались очень добрые, отзывчивые люди, которые помогут любой ситуации. Торжественное мероприятие под названием «Храм мудрости» «Вчера, сегодня, завтра» стал праздником книги, творчества и душевной людской теплоты. В адрес библиотеки, где на протяжении вот уже 90 лет поддерживают богатые традиции и стремятся к постоянному развитию, звучали только самые искренние слова поздравлений. За плодотворную многолетнюю работу лучшим сотрудникам вручили почетные дипломы. К слову, и сама библиотека пополнилась очередной высокой наградой – грамотой Совета министров Республики Беларусь. Это и признание заслуг, и большая ответственность, и одновременно стимул для достижения новых высот. Если мы видим красивое здание, то мы понимаем, что оно стоит и таковым является благодаря тому надежному, прочному, крепкому фундаменту, на который оно поставлено. Вот таким фундаментом является труд библиотекарей-предшественников, труд руководителей библиотеки, которые возглавляли ее во все годы ее непростой истории. И эта грамота, сегодняшняя наша награда – это заслуга всего коллектива библиотеки, библиотечных ветеранов и сотрудников нынешних. Вероника Ворошилина, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Игорь Морищенко. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка «Искусство шоколада». Она приоткрывает тайны создания и оригинального воплощения, пожалуй, самого любимого лакомства детей и взрослых. Менчане и гости столицы на выставке могут увидеть сладкие композиции ручной работы, сыграть в шахматы и шашки с едобными фигурами и научиться создавать шоколадные мини-шедевры своими собственными руками. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей Гомельской области, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На уходящей неделе Гомель торжественно открыл выставку «Проекты в лицах». Она рассказывает об инициативах, реализуемых в Беларуси при финансовой поддержке Евросоюза. Впервые проект был запущен в 2015 году. За это время он посетил более 30 крупных и малых городов нашей страны. Его концепция через личности разных героев отражать инициативы, которые нашли свое воплощение и изменили жизнь людей к лучшему. Фотовыставка «Проекты в лицах» открылась на площадке возле картинной галереи Гавриила Ващенко. Экспозиция включила 29 персональных историй. На снимках общественные деятели, представители местных органов власти, педагоги, учащиеся ученые и фермеры. Рядом инфографика, демонстрирующая механизм и ключевые характеристики, реализованные героями проектов. Главные темы – зеленая экономика, развитие сельских территорий, образование, туризм, бизнес, инклюзивные практики и пропаганда здорового образа жизни. Речицкая детская школа искусств на уходящей неделе стала центром культурной жизни Гомельской области. Здесь состоялся международный фестиваль баянистов-аккордеонистов «АКО Премиум-2018». На одной площадке собрались лучшие представители различных исполнительских школ. Судила конкурс международная жюри. Кроме блестящей игры участников, здесь можно было увидеть и услышать очень редкие музыкальные инструменты, которых в мире всего несколько экземпляров. А в Гомельском государственном цирке состоялась премьера новой программы «Империя Львов». На манеже захватывающие номера эквилибристов, воздушных гимнастов и жонглёров. Хорошее настроение зрителям дарит харизматичный клоунский дуэт Алекс и Луу, а также забавное выступление собак, кошек, мини-свинок, пони и даже лам. Изюминка программы – аттракцион с дрессированными львами. Сразу восемь африканских хищников, половина из которых имеют необычный белый окрас, демонстрируют публике свою грациозность, силу и ловкость. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. На сцене Гомельского общественно-культурного центра с программой «Я объявляю вам любовь» выступит известный российский певец, актёр, композитор Глеб Матвейчук. Он мастер сценического и вокального перевоплощения, яркая, харизматичная личность, в репертуаре артиста эстрадные и народные песни, романсы, классические произведения. В каждой музыкальной программе Глеб Матвейчук раскрывает новые грани своего таланта. Искренность, душевность и элегантность исполнения вызывают истинный восторг у зрителей. А тем временем на сцене Гомельского областного драматического театра на следующей неделе будет показан спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». Он пройдет в исполнении талантливых артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Акимова. Главным героем постановки станет не только сама гениальная актриса своего времени Фаина Раневская с глубокими мыслями, чувствами и поступками, но также ее тонкое и неординарное чувство юмора. С самыми яркими культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Интеллектуальные баталии в мировом масштабе. Гомель на уходящей неделе стал центром шашечной мысли. Лучшие юные игроки со всего света выясняли, кто же самый сильный. Беларусь впервые принимала молодежный чемпионат мира по этой настольной игре. Неожиданные ходы и запутанные комбинации. За этой внешней неспешностью игроков кроется высокий градус противостояния. В течение недели в общественно-культурном центре шла борьба интеллектов. Награды в четырех возрастных категориях оспаривали более двух сотен юных игроков из 15 стран. Команды представляли четыре части света – Европу, Азию, Африку и Америку. Кажется, что это не самая обширная география для турнира такого уровня. Между тем в Гомеле собрался действительно весь цвет мировых молодежных шашек. Беларусь во Всемирной Федерации этой игры на хорошем счету. Не раз в нашей стране проходили крупные турниры. В прошлом году Витебск принимал молодежный чемпионат Европы. И вот настал черед старта мирового масштаба. Вводить его доверили Гомелю. Так как Белорусская Федерация всегда пытается провести соревнования на высоком уровне, то в принципе нам практически ежегодно отдают соревнования самого высокого ранга. Гомельчане взялись за организацию молодежного чемпионата мира по шашкам 100 со знанием дела. В марте этого года в областном центре с успехом прошел чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов с нарушениями слуха. Полученный тогда опыт пригодился сейчас. Все организаторы постарались сделать все, чтобы те спортсмены, которые приехали сегодня на чемпионат мира по шашкам 100, они не чувствовали никаких проблем. Организаторы удивили гостей со старта. Церемонию открытия турнира назвали одной из лучших за последние годы. Церемония открытия чемпионата была яркой и запоминающейся. Я посещаю много соревнований разного уровня и могу сказать, что эта церемония открытия была одной из лучших за последние 10 лет. Мы видим, что в Беларуси соревнования всегда проходят на высоком организационном уровне, потому мы доверили именно вашей стране проводить чемпионат мира среди молодежи. Гостеприимство гомельчан оценили не только функционеры, но и спортсмены. За плечами Ецис Лампа из Нидерландов пять чемпионатов мира. Приемом в Беларуси он был приятно удивлен и спортивно, и околоспортивная жизнь на турнире налажена отлично. Мне все очень нравится. Беларусь очень гостеприимная страна. Это заметно везде и в отеле, и на соревнованиях. Ваше гостеприимство поражает. Что касается турнирных баталий, то тут беларусы были уже не так гостеприимны. Награды чемпионата мира престижны сами по себе, а на домашнем старте такого уровня хочется показать самый высокий результат. С поставленной задачей наши шашисты справились. Гимн Беларуси не раз звучал на церемонии закрытия турнира. Максим Савин, Евгения Кухаронок, Андрей Иванов. Новости недели. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова